а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть на nf марш двадцать вторая ферма у нас друзья 6 часов вечера и сентябрь еще светло но это все потому что я поставил всегда отображать июнь а то очень рано темнеет сегодня целый день был дождь пришлось мотать время были контракты на уборку которые в общем то надо было сделать давайте смотреть что у нас вообще происходит на нашей ферме во первых друзья контрактики есть у нас тут сегодня сентябрь а значит появились контракты на тюковку я сделал за день практически все остались только вот эти вот мелкие которые я не хочу делать хотя если будет настроение то 14 поле 30 31 79 можно будет сделать и 45 мы сделаем обязательно но надо дождаться пока закончится сорок восьмое поле там у нас тюкуется силос здесь у нас ездит тюкалка я еще ездить приличное еще ездить это друзья уже излишки идут и это излишки с двух полей сорок седьмое и сорок восьмое контракты завершены меня такое чувство что я когда подключил мод на точное земледелие урожайность травы просто выросла просто в каких-то вот количествах потому что очень много было продано сегодня тюков а можно посмотреть наш финансовый отчет продано тюков на 184 тысячи это очень много да вот даже в июне мы уже был источным земледелием играли 242 тысячи сегодня на контрактах уже подняли 722 тысячи и 708 тысяч у нас на балансе также друзья у нас появилось некоторое обновление в автопарке а именно вот четыре вот таких вот замечательных трактора этот товарищ у нас из кубота пока небольшой мощность 104 лошадиных сил а ешь вроде ему ставил 140 странно но ладно вот такая вот вольва тоже из platinum expansion а на 140 лошадок класс 145 лошадок и вальтра все они плюс-минус в общем-то одинаковые но и у них у всех сзади вот такие вот куновские четырехметровые чизель культиваторы прицеплены я им пока что не нашел какого-то парковочного места поэтому пока что они живут здесь но это ладно погнали друзья посмотрим еще как дела обстоят с нашими полями у нас созрело одно поле это чечевица и и засеивал сюда не я но мы ее соберем зачем она нам нужно я вообще не знаю так что скорее всего мы ее продадим также 35 поле мы сюда засеяли пшеничку четвертый день из 7 здесь в общем-то все хорошо рядом у нас находится 36 поле которое мы купили в прошлой серии здесь мы засели все овсом и здесь у нас пошел сорняк небольшой от него сегодня надо будет избавиться и я пока что не знаю каким образом не решил я еще есть у нас еще 38 поле здесь у нас тоже пшеничка растет завтра она созреет и вот поле с канулой она не наша но я его хочу и в конце дня моего скорее всего купим потому что заработаем на него денег единственный косяк конечно же стоит она дохрена до 991 тысячу есть еще у нас 17 поле который мы уже можем купить и его ближайшее время купим но пока что мне больше интересно поле с канулой на на 3 седьмом ничего не растет даже поэтому как бы и пофигу подождет что у нас вообще на карте происходит на последней стадии находится 11 7 1 поля то есть завтра будут уборочная еще какая-то 22 65 вроде как тоже везде овес много где он четыре дня всего растет поэтому быстро это все дело убирается но и в теории мы сегодня продадим еще кучу тюков и получим 44 тысячи за контракт за этот и 99 за другой их мы еще точно сегодня выполним времени до конца дня еще до хренище так что все успеем но пока у нас там делаются контракты давайте тогда приступать к своим полям в частности нам нужно запустить вот этого товарища в уборку топлива у него здесь не очень много осталось так отставить это не этот товарищ хотя этого тоже надо будет запустить но нас больше интересует этот у этого топлива еще меньше поэтому мы его сейчас еще и заправим кукурузку я сегодня тоже убирал на чужих полях поэтому прицеплено вот этого джатка но мы сейчас подцепим нормально то есть как нормально для зерна вот и поехали заправимся благо у нас тут есть заправщик на базе там вроде как даже а тоже топлива много в нем это прекрасно так друг стой здесь давай и заправляйся так это же у нас вот это поле созрело вот это поле 34 пока он заправляется давайте его может быть курс плечик нарисуем во первых поле 34 13 и 7 метра и в общем то и все настроек больше нет ничего больше делать не надо или автодрайва здесь тоже включаем поле номер 34 меж тем он заправился я вот не знаю а давайте мы его сами на поле отвезем тут совсем совсем рядом я так понимаю у чечевицы урожайность прям совсем маленькая судя по тому как выглядят посевы да давай друг с начальной точки едь давай развлекайся вот этого товарища мы тогда отправляем на парковку можно было бы самому запарковаться но так впадлу ребята вы не представляете и тем более есть возможность он сам припарковался какая разница так далее вот этот товарищ он у нас поедет разгружать наш комбайн который работает на поле номер 34 разгружать она будет на биогаз северный склад выгрузка наш вот этот вот самый бункер погнал дружище с учетом того что поле находится супер близко я думаю что одного мана будет по горло просто вот эти ребята по и поехали работать далее друзья погнали разбираться с нашими сорняками которые у нас на поле номер 36 а вот она сорняк здесь маленький первая стадия и его можно убрать по лольникам но тут есть другая херня в этом самом точном земледелий контроль сорняков точечным опрыскиванием а точнее даже давайте мы посмотрим на эко счет это здесь интереснее и здесь у нас учитывается контроль сорняков максимальный счет 30 достигается при применении технологии точечного опрыскивания сорняков так вы полностью контролируете сорняки используете минимум гербициды достигаете оптимального урожая также можно получить очки за механический контроль сорняков но он будет меньше 20 потому что это ведет к деградации почвы усадка эрозия рост новых сорняков потеря влажности почвы и более высокому расходу топлива 15 очков дается за опрыскивание всего поля что приводит к максимальному урожаю но без экономии гербицида если совсем не следить за сорняками вы получаете минимальный счет 10 потому что это резко отрицательно влияет на поле увеличивает долгосрочный эффект сорняков что мешает кормить все растущее мировое население короче насколько я понял если мы пройдемся по лольникам и полностью уберем сорняки это даст нам меньше меньше очков экологию сорняк у нас кстати здесь с точным земледелем растет точечно то есть так вот поле не полностью тупо заросшие сорняками если же мы используем гербициды вот этого точечное поливание то мы получим меньше урожая потому что типа сорняки не полностью оптюки продались 21000 так вот мы получим больше очков в эко счет я не знаю что надо делать что мне надо с другой стороны там разница не сильно большая будет в процентах урожая а может быть с точным земледелием это даже вообще никак не влияет с другой стороны как бы по фэншую конечно было бы играться в экологию поэтому я предлагаю все-таки опрыскать все это дело гербицидами и кстати потребуется очень немного что в общем то хорошо поэтому давайте отправим вот этого вот товарища на работу его даже закупку ставить не буду потому что этого должно хватить плюс у нас еще на магазине бочка стоит там 756 литров которые надо как-нибудь заправить в эту опрыскивал q у нас 36 поле и курс плечикому тоже туда рисуем на 36 поле углы только ставим острые и две поворотных полосы поставим и готово все друг погнал мы к тебе скоро вернемся посмотрим как у тебя дела когда ты будешь работать так а здесь у нас идет уборка чечевиц и здесь у нас солома и вроде как это даже солома бобовых или нет чечевица это бобовая это нихрена не бобовые или бобовые короче говоря видите здесь волок этот прям супер тонкий нет смысла даже это тюковать тут максимум 23 прицепа будет мы это дело фуражником все соберем но надо немножко отпустить комбайн так что пока что просто ждем и вот смотрите друзья на технологию точечного опрыскивания все местами поливает целится чисто в сорняки сорняки не растут по всему полю так что можно сэкономить гербицид и повысить эко счет опрыскивая лишь те места где опрыскиватель видит сорняки для этого надо купить опрыскиватель с функцией точечное опрыскивание у него каждая форсунка будет включаться только когда прямо под ней будет сорняк так можно расходовать на 90 процентов меньше гербициды снижая расходы и не вредя окружающей среде данное дополнение добавляет в игру опрыскиватель джун дир не буду читать его название с функции си энд спрей для точечного опрыскивания функция си энд спрей последнее слово в точной сельскохозяйственной технологии использующая машинное зрение искусственный интеллект распыляющие штанги расположены камеры и по машинного зрения отличает культуру от сорняка если будет замечено достаточно сорняков форсунка открывается выпускает гербицид технологии мать их но и гербицида заметно меньше действительно расходуется то есть он его поливает исключительно на или он здесь уже поливал да он в них чисто плюются точечно и вот литр вот еще литр понятно короче вот совсем мало идет мне в общем-то это фишка нравится много гербицидов нам не надо будет соответственно если мы будем их производить на наши полях не надо будет распылять и все будет классно так они пошли на второй проход они будут работать парой до конца курса скорее всего и всего 8 кубов чечевицы было собрано на самом деле нам же уже доступна будет штука такая как урожайность и видите здесь совсем все плохо ну ладно это поле было обработано не на полную катушку и счет повышает цену продажи на три процента это наш общий эко счет 61 вообще на этом поле сейчас 50 за что самое за азот ничего нету там и азота сейчас добавим все будет нормально я думаю выйдем на хорошие единственность культивации будут проблемы хотя и их можно будет решить но не на всех полях дело в том что очки за культивацию знаете за что дают культивация также влияет на эко счет глубокая культивация например плугом расходует много топлива выталкивает семена сорняков ближе к поверхности повышает риск эрозии почвы поэтому за культивацию плугом очков не дается вообще мелкая культивация с применением остатков урожая экономит топливо снижая эрозию и дает 5 очков а минимальная культивация и прямой посев дает минимальный еще максимальный счет 10 очков то есть чтобы получить максимум надо использовать и сейл q которая с плугом да и здесь видите сорняк засохший то есть он не удаляется он остается но засохший а так вот надо будет использовать сейл q с культиватором у нас пока такой нету и я не знаю стоит ли может быть и купим для зерновых но с какой-нибудь условной кукурузой это не сработает потому что после кукурузы нужна вспашка соответственно чизелями будем всегда проходить у нас тут продано еще тюки на 21000 в общем то тут у нас везде все хорошо ждем пока ребята уберут поле мы встретимся минут через 20 ну и вот друзья последнюю проходочку делает наш комбайн с нашим маном и вроде как все абсолютно влезет в один ман то есть прям получилось этой самой чечевицей ну прям совсем мало также я отправил сюда уже фуражный прицеп который собирает здесь соломку и вот он сделал первый круг пол первых круга и собрал всего шесть кубов соломы то есть ну тоже прям мало мало все эти как медленно она набирается но ладно это культура такая я так понимаю что эту самую чечевицу мы наверное сразу продадим то есть хранить ее смысла никакого нет тем более что ее немного деньги сейчас нужны правда летом у нее максимальная цена 2 800 сейчас она всего лишь по 1421 но честно говоря такое себе можно принципе ты положить ее до лучших времен но не знаю есть ли смысл нужна ли нам чечевица в ближайшем будущем не нужно у меня в планах нет ни одного производства которое требует чечевицу ближайшем будущем поэтому я даже не знаю что делать наверное моё продадим нахрен ты друг давай ей домой а ты тогда есть разгружайся на продажу на склады соответственно он там разгрузится и приедет обратно на парковку вот такая вот история также друзья у нас закончилось 48 поле полностью так что можно этот контракт принимать еще 45 тысяч к нам копилку я уже запустил ребят на 45 поле но здесь правда ему косить еще полтора часа даже больше а вот этому парниша еще три часа тюковать но я думаю что и побыстрее справиться немножко хотя что-то он не особо торопится но зато мы заработаем с этого денежков у нас цель до конца дня это миллион этот товарищ еще будет 20 минут здесь все собирать плюс скорее всего здесь будет больше чем один прицеп ему надо будет съездить как минимум один раз разгрузиться вообще это все дело просто затюковать наверное хотя ладно пускай ездит до сорняки мы кстати с этого поля удалили точнее опрыскали гербицидами сейчас они вот такие вот серенькие но видимо будет чуть меньше урожая но ладно но и в общем то друзья на этой оптимистической ноте я предлагаю вам эту серию закончить поле которое мы убрали я приведу в порядок то есть известь культивация вот это вот все контракт на тюки я тоже добью и наверное за кадром прибыл на парковка комбайн красавчик друзья за кадром куплю вот это здоровенное поле которое хотел с канолой и если там не будет хватать удобрений сделаю вот эти вот образцы почвы возьму если там не будет хватать удобрений добью и у меня друзья к вам есть вопрос спонсором пожалуйста не не игнорируйте и вот правда напишите комментарии все зависит от вас хотя там голосовалка скорее всего на бусте будет прикреплена к посту где этот самый видосик висел а голосовалка вот в чем мне тут что-то надумалось поставить все-таки сезонный рост растений тут в общем-то два варианта друзья развития событий то ли мы оставляем как есть и мы набрали полей то есть у нас все нормально и возьмем еще парочку и по сути дела же постоянно что-то как-то будет созревать то есть сегодня одно поле завтра другое поле доходы от продажи урожая 46000 шикарно это наш чечевица продалась так вот оставить все как есть или же поставить сезонный рост и может быть где-то даже компоновать у нас отдельно пассивная отдельно уборочная будет отдельно все по реальным месяцам а то я иногда говорю вот так вот типа наступил сентябрь и мы что-то сейчас сеять путь короче в этом посте голосовал очка первый вариант это оставить как есть и второй вариант это поставить сезонный рост ну и в общем то все по сути дела зависит от вас сделаю как будет голосовал ки но у меня друзья тогда на этом все если не подписан на канал то подписывайтесь конечно же лайку щеки не забываем комментарии пишите все что вы думаете по поводу всего вот этого дерьма что у нас происходит на свои идеи тоже высказываете не стесняйтесь если друзья хотите смотреть серии заранее также участвовать в жизни этой карьеры то можете это сделать на бусте ссылочка в описании есть ну и спонсорам разумеется огромнейшее спасибо за поддержку всем друзья огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока ки а еще друзья мы же можем посмотреть финансовый отчет за это поле и наше итога 50 тысяч денег урожай 57 тысяч откуда столько много мышь его за 46 продали по максимальной цене тут планировался 31 куб но мы столько не собрали не знаю друзья как это работает я соберу солому ее продам и сделаю сброс чтобы вся наша обработка потом уже снова и по-нормальному все учитывалось будет интересно а и Субтитры подогнал «Симон»